Пусть мир обрадит любовь, былый разлудит вновь, Плачут на свете люди. Пусть мир обрадит любовь, и не душа лишний снов, Который всегда добудет. Вокальной студии «Гармония» Дома культуры города Белозерский более 20 лет. В 2014-м впервые защитил звание образцового, Теперь каждые три года подтверждает. В этом пришлось выступать при пустом зале, Но талант участников преодолевает расстояние, И видео с выступлениями отправлено в областное министерство. Мы очень благодарны администрации и коллективу Дворца культуры юбилейной, Что предоставили нам такую возможность сделать видеосъемку нашего показательного выступления. В составе студии 12 человек. Есть у коллектива подготовительная группа «Спутник». Участники изучают ноты, начальные основы сольфеджио, И главное – ставят вокал. Это комплекс вокальных упражнений изначально, Работа над дыханием – это основное. И, конечно, актерское мастерство, Потому что каждое произведение, оно должно быть преподнесено Как частичка какого-то спектакля, может быть, сыграть, Донести до слушателя свои переживания, свои эмоции. Разный репертуар. По тембру, по голосу. Сейчас уже стараюсь что-то интересное выбрать в плане сложности. Стилистику соблюсти нужно, прочувствовать фишечки всякие. Екатерина Симнова и Светлана Плаксенко пошли по стопам наставника Елены Зотовой. Светлана преподает вокал в студии «Радуга» ДК «Гармония» Белозерского, А Екатерина – в эстрадной группе «Голос» ДК «Химик» Воскресенска. С песней мы вообще по жизни идем. Мы стали педагогами уже по вокалу. Также продолжаем деятельность Елены Николаевны. Многие навыки, которые мы приобрели за такое время, мы также используем в своей работе. Продолжаем наставлять своих учеников. Весенний ночной Принесет тебе вздох от меня Первым учителем можно назвать Елену Николаевну. Она, собственно, привила любовь к музыке, научила самым азам, дала толчок на дальнейшее развитие профессиональной деятельности. Светлана Сипцова работает учителем музыки в школе номер 18 Белозерского, а Елизавета Мусатова пока только учится в музыкальном колледже. Четыре года я первый раз пришла в музыкальную школу. Сразу попала в руки к прекрасному преподавателю Елене Николаевне. И вот с самого детства я чувствовала себя на сцене просто как рыба в воде. Вот я понимаю, что это мое, что мне это очень многое дает. За старшими тянутся и юные звездочки сцены. Нужно как бы свободно чувствовать себя на сцене, не так вот зажато, а свободно так, чтобы все зрители в зале захотели танцевать под песню. Нужно петь четко, чтобы было слышно слова, потому что в песне поется о родине. В студии гармония защищает звание образцового коллектива, но вполне может рассчитывать на звание народного, так как возраст участников пересек 18-летний рубеж. Сейчас в коллективе вокалистки от 6 до 35 лет. Я звонила име Георгиевне, председателю комиссии. Я с ней на эту тему говорила. Говорю, вот если такая ситуация, может быть нам надо было на народный подавать. Она говорит, ну вы уже как подали, пусть так и есть. А комиссия будет рассматривать вашу программу, смотреть возраст участников. После 30 октября станет известно, какое звание конкурсная комиссия присудила студии из Дома культуры «Белоозерский». Не отрекаются, любя, Ведь жизнь кончается к завтра. Я перестану ждать тебя, А ты придешь совсем внезапно, Не отрекаются, любя. Ансамблевые и сольные номера разные по тематике и жанру, но неизменно выступление вокалисток, гармония звуков и любовь к музыке. Евгений Светлый, Владислав Максимов, Новости, Искры, ВЭКТ.